Всем привет! Вас приветствует группа авторазборка ВАЗ в Крыму и сегодня у нас в разборе ВАЗ 21099 и на первый взгляд это обычная 99, но она далеко необычная. Необычная она тем, что это экспортный вариант и экспортировали в Германию в начале 90-х годов. Интересно, что в этой машине есть штатный кондиционер, она инжекторная, в ней есть стеклоподъемники, ну и несколько других мелочей, которые необычны для нашей местности, скажем так. Начав искать информацию по этой машине в интернете, я перелопатил два дня на поиске именно таких же автомобилей. Я не нашел фотографий ни одной 99-й с инжекторным мотором 1.7 и со штатным кондиционером. Не нашел никаких данных, ничего абсолютного и только на форумах единичный случай, что кто-то когда-то где-то видел или же фотографии из журнала за рулем, где в заводских подвалах автоваза были такие варианты машин. Ну вот она живьем эта машина и что необычного в подкапотном пространстве, много наклеек различных, типа вот этой, вот этой, на вентиляторе. И там эти наклейки на немецком, надписи что-то там говорят. Одна из наклеек говорит о том, что Lada рекомендует Shell. С каких это пор или до каких пор Lada рекомендовала Shell, непонятно. Нестандартная инжекторная система, то есть нестандартный дроссель, я вообще его первый раз, такой вижу. То есть в стандартном исполнении дроссели были другие. Датчик расхода воздуха General Motors, ну такие мы раньше встречали, но опять же они очень-очень редкие. Непонятная штука находится здесь. Что это вообще, какую функцию она выполняет, я не знаю. Здесь открывается такая штучка, вставляется ключик. Что она делает, непонятно. Здесь под генератором находится компрессор кондиционера. Забыл, как эта штука тоже называется, но это для кондиционера. Радиатор кондиционера. Вот он здесь находится. Ну, в общем, вот такое нестандартное исполнение этого автомобиля. Интересно также, что двигатель по документам 1.7, инжектор, шильдики на машине также 1.7. Но никаких опознавательных знаков на блоке мотора я не нашел. А на площадке сбоку, где выбивается модель и номер двигателя, нет никаких надписей абсолютно. То есть написано модель, звездочка, 400 звездочка. Вот такая модель этого двигателя. И дальше написан просто серийный номер с порядковым числом до 1000. Интересно, такого я никогда не видел. В салоне мы видим штатную установку для кондиционера. Она вставляется в такие пазы и здесь по разъемам. Ну и вернали за рулем примерно так же она выглядит. Интересно, никогда не встречался этого. Также штатный компьютер, но еще в 90-е годы устанавливали такой бортовой компьютер. И вплоть до 2000 какого-то года его вставили в 15-е, до 2008-го, 2009-го, в 15-е и 14-е модели. Они даже не стали менять ни разъемы, ничего. Он именно в таком исполнении вставлялся в LADA Самара нового поколения. Стеклоподъемники штатные. Также здесь электрические и штатное место кнопок вот здесь. Ну и кнопки штатные уже сломались. Они выглядели немножко по-другому. Но сейчас они выглядят вот так. Это уже их поменяли. Необычные карты с велюровой такой обшивкой. Тоже такой первый раз я встречаю. Ну руль понятно поменяли. Панель приборов. Панель приборов совсем немного отличается от штатных панелей с высокой торпедой. Здесь есть некоторые изменения. К примеру, есть сигнализатор вольтметра. Там внизу, где значок аккумулятора, рядом стоит лампочка. Сигнализирующая о перезаряде или недозаряде. И также имеется встроенный вольтметр. Но чего нет в стандартных панелях. Ну а так, в принципе, тоже такие панели встречались в 99-х. Что еще необычного? Ну, мозги General Motors. Такие мозги на инжекторах первого поколения мы также встречали. В этом нет ничего незаурядного. Ну, а так, по большому счету, все то же самое. За исключением, ну, понятно, мотора 1.7. Ну и таких шильдиков. В общем, вот такой автомобиль у нас в разборе. Интересный. Я думаю, что многим будет интересно поставить что-то с этой машиной себе в автомобиль. Ну и также я знаю, что многие искали по проводке General Motors, по инжекторной системе General Motors долгое время. Не могли ничего найти. Но сейчас это появится. Также кондиционер, я думаю, кто-то захочет его, конечно же, себе поставить. Потому что вещь достаточно редкая. И, в принципе, я никогда не видел штатной системы кондиционера в девятках. На этом все. Заходите в нашу группу ВАЗа Барахолка, авторасборка ВАЗа Крыму. Подписывайтесь, спрашивайте, звоните. Номер телефона будет под этим видео. Будут вопросы. Также, если вы что-то знаете о этих машинах экспортных, что-то больше, чем я мог найти, или же, возможно, я не так искал, напишите в комментариях, или же скиньте какую-то информацию, чтобы я мог что-то почитать об этом.